Друзья, всем привет! И снова видеоролик про павловнию. Давно я не снимал ролики про павловнию. Многие уже знают, что павловня это быстрорастующее дерево, которое способно расти буквально от маленького корешка. Но также она размножается из семян. Вот сзади меня, посмотрите, это по всей вероятности павловня войлочная, не гибрид, и посмотрите, сколько у нее семенных коробочек. Сегодня у нас 8 ноября. Одновременно с созреванием семенных коробочек, вот они вот такие вот семенные коробочки, павловня закладывает новые бутоны. Уже на следующую весну у нее будут шикарные лиловые, такие розового цвета, лилового цвета, разные есть, фиолетового цвета. Цветы похожи на колокольчики такие вот. Я сейчас попробую эти семена, конечно же, конечно же, они еще не созрели, как видите, да. Я попробую несколько штук сорвать и оставить у себя дома, чтобы они созревали. Но смотрю, что некоторые уже начинают вот подсыхать. Это значит, что внутри уже семена созревают постепенно. Ну, давайте, наверное, попробуем одну вот такую вот сухую раскрыть, чтобы вас долго не мучить. Она уже почти сухая. И вот, кстати, я одну уже разломал. Смотрите. Вот такие вот малюсенькие семена в этих коробочках. Очень мелкие, смотрите, вот они, видите. И вот из этих семян можно вырастить шикарное дерево, друзья. Вот такая вот мощная ветка с семенными коробочками. Павловню можно вырастить из семян, хотя этот процесс очень долгий, но увлекательный. Я уже рассказывал в своих видео о том, как выращивать павловню из семян. Посмотрите, какое количество семян. Ствол вот такой вот, смотрите. Вот такой вот ствол. Еще небольшая павловня, но зацветает. Кстати, вот на противоположной стороне этой аллеи растет еще одна павловня. В прошлом году она, видимо, тоже цвела, но не так обильно. Вот видно, у нее тоже есть семенные коробочки, но не так их много. Зато в этом году она закладывает уже очень много бутонов. На следующую весну, как видите, да, бутончики. И будут они радовать своей красотой. Листья у павловни, когда она уже подрастает, смотрите, они уменьшаются в размере, уже не такие лопухи. И чем-то похожи очень на листья катальпы. Сейчас я нахожусь возле другого дерева. Вот оно сзади меня. Огроменное, толстенное. Это тоже павловня, которая находится на Подоле, на Контрактовой площади. Должен вам сказать, что здесь семян завязалось значительно меньше. Вот мы можем с вами сейчас увидеть, что... Ох ты, случайно оторвал лист. Можем увидеть, друзья, что павловня заложила новые бутоны уже на следующую весну. Как видите, листья здесь еще довольно-таки сочные, зеленые. Так как она находится здесь в особом таком микроклимате. Все-таки здесь кругом асфальт, дома, она защищена. Одним словом, площадь дает ей свой микроклимат. Но, к моему удивлению, друзья, семенных коробочек на этих павловнях завязалось очень-очень мало. Я даже их практически не вижу. Вот новые бутоны вижу, а семенных коробочек практически не вижу. Сейчас, если я где-нибудь их найду, я вам их обязательно покажу. Но вполне возможно, что та павловня, которую вы видели первую, она была войлочная. А это совершенно другой сорт, потому что стволы здесь просто впечатляют. Они огромные. И даже, смотрите, даже, вот видите, брусчатка. Павловня своими корнями просто вспучила землю и брусчатку. Как эта, так и вот вторая. Вот рядом, здесь три павловни растет. Напротив, как раз здание Киево-Могилянской академии. И вот посмотрите, бордюры. Как они деформировались. И как деформировалась брусчатка. Подойдем к третьей, которая находится на расстоянии 10 метров от предыдущих. И то же самое. Смотрите, огроменные толстые павловни. Скорее всего, это, так сказать, последствия ее корней. Потому что, ну, другого янта нет. Все везде ровное. А вот брусчатка искривлена. И вот, я смотрю, да, есть такие коробочки. Семенные коробочки завязались. Они более удлиненные, чем предыдущие. Совсем еще зеленые. И их очень мало, конечно. Смотрите, друзья, рядом растет катальпа. И, в принципе, некоторые могут спутать. Вот по листу павловни, вот лист павловни, да. Могут перепутать эти два дерева. Потому что листья их очень-очень похожи. Сейчас я вам покажу лист. Смотрите, вот листья уже опадают. Вот, видите, лист катальпы. Справа. И лист павловни слева. Но вы никогда не спутаете павловню от катальпы. Увидев семена катальпы. Которые вот такие вот длиннющие стручки. Длиной где-то 45-55 сантиметров. Ну что ж, друзья, посмотрим. Посмотрим, что будет на следующую весну. Завяжутся ли семенные коробочки у этой павловни. Но, честно говоря, я, конечно, не ожидал такого вот результата. Вот вы видите. Очень мало семенных коробочек. Вот остатки какие-то, да. Дерево практически без семенных коробочек. Такое впечатление, что то ли ее цветы не опылили пчелы. То ли они просто попадали. Друзья, удалось все-таки достать какую-то вот сломанную ветку. Видите, она была сломана. Висела. Я подпрыгнул и достал. Но вот можно увидеть, сейчас положим ее на асфальт. Что эти семенные коробочки совсем другие. Они более вытянутые. И, конечно, здесь есть семена. Сейчас я раскрывать не хочу. Но вот видно. Ну что, друзья. Сегодня уже 11 ноября. И буду пробовать проращивать вот эти вот семена. Хочу, чтобы вы обратили еще раз внимание на разность этих семенных коробочек. Вот посмотрите. Это с маленького дерева. А это с большого дерева. Как видите, оно отличается по своему размеру. Оно продолговатое, более удлиненное. Для быстрого проращивания по облоганию температура воздуха желательно должна быть выше 25 градусов. Вот у меня на кухне здесь очень жарко. Если не открывать окно, возле батареи плюс 28. Это как раз то, что нужно для проращивания семян. Да, друзья. Семян здесь очень много. Щедрость. Вот она, щедрость природы, друзья. Конечно же, не все семена прорастут. Есть процент семян, которые просто не прорастут, не взойдут. Но, тем не менее, из одной вот такой вот семенной коробочки может получиться огромное количество деревьев. Представляете, насколько природа полна, щедро, изобилия. Так, здесь, смотрите, эта коробочка намного отличается. Я вам должен сказать, что она даже... Ну вот, смотрите. Видите, как она при температуре воздуха, комнатной температуре воздуха, она даже сама пополам раскрылась, как бы растрескалась, да? Что, в принципе, возможно, произойдет и в этой коробочке, если она дольше полежит. Но я смотрю, что здесь стенки этой коробочки намного тоньше, чем вот эта. Видите? И здесь идет даже такая более толстая перегородка, разделяющая пополам, да? Вот, насколько они отличаются, видно, да? Посмотрите. И также вот эти перегородки разделительные. Сейчас вам покажу. Смотрите, как... Насколько они отличаются. То есть, это явно другой сорт. Посмотрите. Вот, видите? Абсолютно разные. Вы посмотрите. Так что, сорт этот мне, конечно, самому неизвестен, друзья. Вот, друзья, еще раз посмотрите, насколько отличаются и сами семена. Видите, они более мелкие, более такие вот черненькие. А вот эти семена, здесь даже сами крылышки такие, вот так называемые, прозрачные, они намного как-то вот шире семян. Я бы сказал, по внешнему виду даже как-то меньше. У павловни существует много видов. Там первая, это самая такая основная, это павловния волочная. Дальше идут гибриды, там, шанг-тонг, пао-тонг, зэп-нэр-сиэм, которые вот, и какие там еще, энерджи, там, ой, их уйма, на самом деле, этих сортов гибридных, да. Какой из них вот это, я даже не знаю. Но посмотрим, что из них выйдет. Вероятность, вероятность того, что из семян именно попадет в тот же самый сорт, очень маленькая. То есть шансов очень мало. Но попробовать можно, конечно. Ради эксперимента я все-таки попробую. Потому что слышал, что из тысячи, а может быть из ста семян, ну, возможно, одно семечко может попасть именно в тот сорт, который принадлежит данному вот виду семян. Павловнию не нужно закапывать в землю. Ее нужно просто сверху, вот таким вот образом, так вот взять и посыпать. Посыпать сверху над землей, а потом просто сбрызгнуть водичкой. И семена должны быть на поверхности, да. То есть можно их слегка притрусить землей, но в принципе лучше этого не делать. Многие из тех, кто показывали, как нужно проращивать семена, делали именно вот такую вот влажную среду. Практически болотце такое вот, да. И потом, потом просто брали и берем просто, да, и накрываем пакетом для того, чтобы создать здесь парниковый эффект. И вот при температуре плюс 25, не ниже, ну, у меня здесь на кухне, я же говорю, плюс 28, оставляем на несколько дней. Практически через 6 дней они должны прорасти. Прошло 10 дней, друзья, с момента, как я сорвал эти семенные коробочки. И смотрите, после хранения в сухом месте при температуре, при комнатной температуре плюс 25 градусов, они почернели, высохли. И некоторые из них уже стали растрескиваться и раскрываться. Через 10 дней, друзья, семена стали проклевываться, как видите на этом фото. Но, к сожалению, я переборщил с водой, и многие, почти все саженцы, семена погибли. Ну что, друзья, прошло уже очень много времени, уже и Новый год наступил. Уже 2024 год, январь месяц, а результата у меня нет. Как видите, очень печально все. Я даже пересевал вот в этом месте, поливал. Сначала семена проросли, поливал хорошо, так, чтобы увлажнять почву хорошо, да. Они проросли. Держал я, конечно же, под закрытым вот этим пакетом, чтобы создать влажность дополнительную, чтобы земля не пересыхала. Но семена прорастали и погибали. То есть, через какое-то время, видимо, от переувлажнения, от залива, то же самое и здесь. Вот я дополнительно посеял семена, просто сверху посеял, как все рекомендуют. Они проросли частично, но погибли. Из этого делаем еще раз вывод о том, что не так просто вырастить семена, вырастить павловню из семян. И не такое уж это инвазивное растение касательно семян. Потому что если семена просто падают на почву, они очень тяжело прорастают. Ну и вот еще один вариант. Это семена, замоченные в воде. И посмотрите, стояли они вблизи батареи. Как видите, семена прорастают очень хорошо. Смотрите, сколько их здесь. И вот эти вот семена, конечно же, я попробую перенести в почву по отдельным стаканчикам. Несколько штук, мне столько много не надо. Тем не менее, находясь в воде, видите как, они отлично прорастают. Кстати, это семена павловни войлочной. Та вот первая павловня, которую я вам показал. А в этой емкости семена павловни, которые я собрал из павловни на подоле. Вот такой вот вариант. Неудачный, неудачный у меня получился. И в то же время, и в то же время, слава богу, что есть вам что показать. Что семена все-таки прорастают. Но с ними нужно очень повозиться. Павловня, кстати, не любит слишком большого увлажнения с момента, как она уже проросла. Тут я, конечно, перестарался с переувлажнением. Но учитесь на моих ошибках. И вдобавок скажу, что проращивать павловню, конечно, не нужно. Не стоит так рано, как я это сделал в ноябре месяце. Лучше всего это сделать, конечно же, в январе. Середина января, конец января, примерно вот в это время. На этом у меня все, друзья. Высажу я, попробую перенести эти вот мельчайшие проростки павловни по стаканчикам. И потом поделюсь с вами как-нибудь результатом. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok